Неделю назад на Ави обратились к астрологу. Специалист по звездам предсказал белорусам выход в финал. Но предупредил, в этом году гороскоп Евровидения похож на предсказание 12-летней давности. Однако то, что на Ави поют в дуэте и не английскую песню, а белорусскую, спасет музыкантов от повторения прошлых неудач. Мы решили проверить предсказания астрологов и спросить у колдуна Дмитрия Колдуна. Подкупают, на него хочется смотреть. Кто, как не он, знает, как расположатся звезды в финальной таблице Евровидения. Знание. Денег нет. Поедем? Телевизионному продюсеру Владимиру Максимкову тоже ничего на Евровидении не чуждо. Он готовил конкурс у первых участников от Беларуси – Александру и Константина. Впрочем, тогда прогнозы Максимкова не сбылись. За Евровидением следишь ли? Да, честно говоря, уже чаще Евровидение появляется в хрониках, как какое-то политическое мероприятие. И тем не менее, музыка же остается. Ну, музыка остается, но мне кажется, она уже все равно какая-то не та. Может, я уже, конечно, не тот. Ты же, наверное, слышал песни, которые сейчас говорит о Евровидении. Лидирует итальянец, у него там сумасшедшее количество миллионов просмотров. Тебя не удивляет, что он фаворит. Ну, меня это пугает скорее. Если это фаворит, то я боюсь, что там остальное тогда. Вот теперь из Болгарии. Такое немножко на закрытом рту. Мне кажется, слишком такая уж лаунжевая такая, что ли. То есть посидеть там, не знаю, виски попить. Вот в машине я люблю такое слушать. Конкурс все-таки, тем более Евровидение, это такое все очень быстро. Все, давай вот это, давайте, сражаться. Хотя, ну, кто знает. И у нас есть шведы. Ну, что-то этот, по-моему, когда я слушал, меня как-то утомил сразу. Такой немножечко американизированный такой а-ля Дафтпанк Фаррел Уильямс. Такой вот все-таки немножко поджарный. Мне кажется, солодуху хорошо бы спил. Мое личное мнение, что нам давно пора, солодуху, вправлять на эваку. Так бы он делал. Да, да. Не уверен тоже на победу, но на высокое место претендует. А у нас сейчас... Я не уверен, что он победит, но не надо. Я думаю, что в десятке он торчать будет. Таким образом мы плавно перешли к нашим, на Ви-бэнд. Конечно, это не совсем из-за того теста, которое мы только что послушали. Европейское, западное, Европа. В какой-то степени выпадают, да? Хорошо это или плохо? Ну, по мне хорошо. Я думаю, что все-таки в финале песни бывать. Но, в всяком случае, мне бы хотелось ее как минимум там видеть. Ну и спасибо. Спасибо, Европа. Спасибо большое. Пока. Ну, привет. Привет. Опа, привет. Обсуждаем, ну. А вы все слушали, да? Конечно, конечно. Так может, сразу до Киева отсюда? Вперед, на Киев. На Киев. У-у-у-у. Хай. Хай, 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 хай. Нови еще не испорчены Евровидением и не знают смысла шутки. Кто был на конкурсе, тому в цирке уже не страшно. У-у-у. Надо все монетки выложить, а то будут выпадать. Дети приходили в цирк, вам оказалось таким огромным. Прикинь. Все равно ладошки потеют на некоторых номерах. Это вам Евровидение Говорят, в цирке все по-настоящему Не то, что на Евровидении Нави пришли в цирк не для смеха А вот уже вторую неделю еврофаны обсуждают новость о том, что на Евровидении Ксюша и Артем будут витать в облаках Мы все будем с вами лететь Надо делать типа красиво ножкой Еще, еще поднимай На каком устройстве на авиа пролетят над головами зрителей, музыканты не рассказывают, только интригуют Главное, чтобы мы все спели хорошо А летать, не летать, полетам людей уже не удивишь Да вообще уже мало чем там удивишь Это круто! Я летаю! А вот там еще, Жак, это вообще не страшно Это вообще даже прикольно Летели по кругу Я, кстати, даже могу петь нормально, удобно Если честно, я боюсь, что это будет вот такой полет, все будут думать, что ж вы там придумали, летать После того, как режиссерская группа рассекретила детали номера Нави, музыканты не раз заявляли, они боятся высоты Чтобы взлететь в Киеве в топ-фаворитов, Ксюше и Артему надо справиться с сакрофобией Только высоко не поднимайте, хорошо? Я летаю! Ой, немножко голова кружится Голова закружилась в один момент, что мне так чуть-чуть мутить как будто стало Ну как кружится голова Беремся за руку вдвоем Пошли по кругу вокруг руки Пошли, пошли, прямая, пошли, 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 пошли Прямая рука, ну и не есть Прямая рука? У тебя рука болит? Да, да, немножко болит Покраснелая Немножко Эта штука, она очень жесткая На кисти остался, вот даже у меня еще до сих пор какой-то чуть-чуть след Почему это больно? Ну потому что весь твой вес на ручку Какая тяжелая Номер с полетом требует хорошей физической подготовки Уже через месяц на ВИ будет просто не узнать Специально к Евровидению Ксюша похудеет, а Артем поправится Смотрите далее Вы знаете, сколько девчонок хотят потрогать мои волосы Салоны красоты, маски и тренажерный зал На ВИ захлестнула гламурная жизнь Скинула она лягушачью кожу И превратилась в Василису прекрасную Догоним или перегоним Колдун обсудил на ВИ за глаза А теперь музыканты встретятся с ним лицом к лицу Дима, а тебе нравится наша песня? История життя длиной в 45 секунд На ВИ покажет еврофанам свой идеальный уикенд Очень громко, но попытаемся что-нибудь снять В этой песне-то русской вечеринки Тренажерный зал в Сантриминске Ксюша и Артем здесь тренируют не голос, а качают бицепсы и укрепляют вертикаль Лучшие друзья, мужчины Чого не гири Гонки на выжимания и соревнования по выживанию конкурентов Евровидение хоть и не Олимпиада, но победит все равно сильнейше Мне сказал режиссер, что нужно быть чуть-чуть более мужественным Мне сказали, что здорово было бы чуть-чуть похудеть Как это ты хочешь объяснить по-другому? Мы сказали, как чуть-чуть, может быть, все немного что-нибудь На Евровидение, как в спорте, есть свои нормативы и рекорды Шестое место Дмитрия Колдуна до сих пор считается магической высотой для всех белорусских участников Вот уже 10 лет это место словно заколдованное Вот так бы, 10 лет назад на сцену мне бы такой поставили автомух И ногу бы взял Видно, молодой еще, молодой Медленно лучше Ну, он высокий Мне нравится его прагматичность Да, он такой не листит, он говорит так по делу прямо И это очень здорово, он по-честному Дмитрий Колдун давно отошел от дел Евровидения Сейчас он все больше раздает советы, да тренирует молодежь Мы всех спрашиваем, на самом деле, про то, что делать с волнением И как вообще, вот, есть ли какие-то, ну, реальные помощники с этим делом Конечно, репетиции Нет, репетиции, это понятно Много-много-много Которые уже Чтобы вообще уже не думать ни о чем, чтобы был автоматизм Мы репетировали каждый день в течение двух или трех месяцев, пять дней в неделю Мы репетируем каждый день Когда есть возможность, мы всегда репетируем Впрочем, на ВИ позвали колдуна в тренажерный зал совсем не ради тренировки А чтобы встретиться с ним лицом к лицу и спросить Дима, а тебе нравится наша песня? Да Хорошая песня А Владимиру Максимову ты тоже сам Ну, какая нравится, нравится она мне или нет А самое главное, что она веселая Для меня это самое главное Потому что я сам достаточно унылый человек И веселые песни мне не даются Колдун не понимает, что Артем и Ксюша делают в тренажерном зале Ведь победа на Евровидении зависит не от килограммов, а от веса в обществе Ну, это же не конкурс по троеборью, по какому-то чемпионату Главное выйти, спеть и красиво улыбаться, чтобы все поверили Мне на самом деле, ну, набрать массу тяжело Особенно сейчас Ну, очень смешно, что я, когда пощу какие-то фотографии в соцсетях Мне люди стали писать, боже мой, ты там, типа, перестала есть, что ли Ребята, это просто такой ракурс Поклонники Нави всерьез обеспокоены На фотографии Ксюша и в самом деле выглядит сильно похудевшей Да и Артем очень изменился Кажется, певец теряет не только килограммы, но и волосы Полтора сантиметра, не больше Нави успокаивает фанов С их здоровьем все в порядке Просто накануне Евровидения Артем решил постричься Я не хочу пока резко вот что-то менять Для образа понятно, что у меня останется вот моя прическа Я ничего менять не собираюсь пока Вы знаете, сколько девчонок хотят потрогать мои волосы Да, кстати Ну что, Ксюша, ты как давно уже знаешь этого человека Красиво? Очень классно Ну все, теперь на сцену Одной стрижкой дело не закончилось Сразу от стилиста Артем и Ксюша отправились к косметологу Первый раз, как Евровидения дают шанс сходить в косметический кабинет Видишь, так и... Всем Русь понравится, да? Да, захаживается, да Это не гламурный что? Один раз сделал пилинг, уже гламурный стал? Это же не гламурный До этого Артем ни разу не был в подобных заведениях Ну я же парень, я занимаюсь музыкой Я так, ну, я понял, что надо сейчас Я вон в душевой кабинке, по-моему Это солярий, да, да, да Подожди Я вообще, видите, сразу видно, что я ни разу не был Красота, как и Евровидение, требует жертв Ради гладкой телевизионной картинки Ксюша согласна в огонь, в воду и даже на Дарсонваль Что? Дарсонваль, мне только лицо так делали Я превратилась из лягушки в царевну Скинула она лягушачью кожу И превратилась в Василису Прекрасную Кажется, к конкурсу НАВИ уже готовы Осталось только визитку снять Раз, два, три На Евровидении всем участникам отводится ровно три минуты. Именно столько и не секундой больше длится номер. За это время надо успеть влюбить в себя публику. Ну что, пришло то чудесное время, когда мы снимаем визитку для Евровидения 2017 в Киеве вместе с группой... На Евровидении! Визитка – это небольшой бонус, длиною в 45 секунд. В ней нужно рассказать о себе все самое важное. Причем без слов. Это будет маленький фильм о нове. Чуть-чуть научной фантастики. Много музыки. И море любви. Прямо знаешь, когда ты поешь, когда у тебя из живота идут эти вот кайфулечки, это самое главное. Впервые визитку для Евровидения снимает не зарубежная, а белорусская команда. Я всегда мечтал поехать на Евровидение не в качестве режиссера, а в качестве вокалист. Такой шанс для съемочной группы – один на 200 миллионов. Именно столько людей ежегодно смотрит Евровидение. Полчаса до окончания съемки здесь, а мы не можем найти, ребят, еще что-то дымится. Артем! Слушай! Премьера визитки состоится в мае. До тех пор видео будет засекречено. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Всем приветствую репетиться для визитки очень громко, но попытаемся что-нибудь снять с этой... Эй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Раз. Два. Три. Смотрите через неделю. Снова самолеты и аэропорты. Как на ВИ принимали в Израиле. Танцы на красной дорожке и белорусские с легким акцентом. Субтитры создавал DimaTorzok